А в гости сегодня мы позвали солдата-срочника Антона Кургина, который проходит службу в части 51086. Антон, поздравляю вас с праздником. Скажите, пожалуйста, где служите в Ленинском районе? Спасибо за поздравление. Служу в поселке Опаренький, войсковая часть 51086, а именно ВКС, Воздушно-космические силы. Как давно служите? Завтра будет уже 4 месяца, то есть последний призыв 2.15. Но как вы, как молодой человек, готовились к службе в армии? Ожидали ли вы этого? Или это для вас стало неожиданностью? Я специально об этом особо не думал, чтобы это и сюрпризом было, и себе в голову нагоняешь, какие-то ожидания не те могут быть. Ну, конечно, было немного не то, что хотелось, но в целом я рад. Я стремился пойти в армию. Ваши оправдали ваши надежды армейские? Или армия оказалась более суровой? Или наоборот, здесь не так все страшно, как кажется? Ну, первым делом, да, хочется сказать, не так все страшно. Но у меня есть сослуживцы, которые с учебных частей по всей России были, и различие очень большое. То есть тут я могу конкретно сказать, мне с частью повезло. То есть все в пределах нормы, трудностей, которые можно преодолеть, ничего такого сверхъестественного нет. Антон, вы как человек бывалый, что бы посоветовали мальчишкам, которые только планируют стать защитниками Отечества? Ведь вам 19 лет, но вы уже защитник Отечества. Но есть те, которым 17, 15, и они только к этому готовятся. Как-то нужно себя особенно готовить к армии, как вам кажется? Ну, здесь, опять же, первым делом у каждого свое какое отношение вообще к армии, к службе, к патриотизму, всей этой составляющей. Но первым делом физически. То есть подтягивания, отжимания, бег. Чем вы занимались? Я занимался гиревым спортом. То есть здесь есть возможность, например, гиревым спортом поехать на соревнования. Если мастер спорта или КМС, или какие-то разряды по боевым видам, есть возможность тоже на соревнования поехать уже в данной сфере. Они проходят, начиная от дивизии, все дальше и дальше, и можно дойти до уровня всероссийского среди воинских частей. Вот вам легче, как спортивно подготовленный человек, легче в армии, чем, может быть, тем, кто с вами в одном строю? Но не с такой хорошей физической подготовкой. Конечно, легче, но у меня как бы вес, я занимался тяжелой атлетикой, поэтому приехал, снега еще не было, много бегали. Это было, да, сложновато, но привык. Снег выпал, начали ходить в спортзал уже, там больше подтягивания, отжимания и прочее. Тогда я понял, что вот полегче стало. Антон, скажите, переживали немного, кормят хорошо? Отлично. Спасибо вам большое, спасибо, что нашли сегодня время прийти к нам.